Продолжение следует... Да? Хорошо. Эта проповедь была рождена в муках. Дело в том, что последние полторы недели у меня идет учебная сессия с утра до вечера. Я в семинарии слушаю всякие лекции. Я должен был проповедовать сегодня эту проповедь, которую произнес неделю назад. Ну, если вы помните, там один брат заболел, и все пошло по-другому. Поэтому, собственно говоря, я половину недели вынашивал идею, а другую половину недели оформлял эту идею так, чтобы она была понятна вам. Ну, каким-то образом. Ну, вы мне потом скажете, получилось или нет. Не стесняйтесь меня обидеть, если что не так. Технологии искушения. Ну, прежде я хотел бы начать с того, что вообще цель любой проповеди, цель любого проповедника – это донести Слово Божье до слушающих. Да? То есть, мне совсем неинтересно рассказывать вам какие-то свои сумасшедшие идеи. Это неинтересно. Интересно Слово Божье, которое написано давно для всех людей. И смысл любой проповеди, и цель любого проповедника – взять это Слово Божье, прокомментировать его так, чтобы оно было понятно, чтобы мы что-то узнали о Боге, что-то узнали о себе, и как-то поняли в практической плоскости делать-то что. Потому что если нет практической плоскости, то это доклад или лекция, что угодно, но не проповедь. Должен быть какой-то призыв. Я надеюсь, что так будет и сегодня. Тема такая, я скажу вам, поднял тему, подниму, вернее, тему, ну, не в легком жанре, как бы, знаете, хи-хи-ха-ха. Нет, нет. То есть, мы поговорим о серьезных вещах на самом деле. Давайте прочтем первый отрывок Священного Писания. Это фрагмент первого послания апостола Иоанна. Я поясню, если вы не очень знаете, у Иисуса были апостолы, вот Иоанн и один из них, и уже после смерти и воскресения Христа некоторые из апостолов написали свои труды. И вот в том числе Иоанн пишет это письмо, послание. И вот написано следующее. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». «Не любите мира», пишет апостол Иоанн. Послушайте, в смысле «не любите мира». А как же песенки вот эти? «Как прекрасен этот мир». Посмотри. Что это значит «не любите мира»? Ну, нет, разговор не о природе, не о лесах, полях и реках. В смысле природы мир, конечно, прекрасен, потому что Бог, когда создал его, сказал «хорошо письма». И пророки Ветхого Завета, они восторгались тоже творениями Божьими, они там говорили «величественные горы, моря, небесные светила, животный мир». «Как устроен человек», писали пророки, помните, как все это дивно устроено. Тогда в каком смысле «не любите мира»? Что имеется в виду? Но здесь мы видим, что Иоанн говорит о некоторой испорченности мира грехом. Ну, потому что он тут же приводит три характеристики этого мира. Похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. И он говорит, что это не есть от Отца. То есть похоть и гордость не может быть от Бога. Ни в каком виде. Любое проявление похоти, любое проявление гордости от Отца быть не может. «Тот, кто это любит, не имеет в себе божественной любви», – здесь говорит Иоанн. Как вам такая характеристика, если вдруг о вас бы сказали, что у вас нет божественной любви? Вы хотели бы такое услышать? Вообще не очень, да? Как-то звучит плохо. Наоборот, наверное, нам хотелось бы, чтобы о нас говорили, была какая-то репутация, что смотри на этого человека, в нем есть любовь Божья, мы это видим. Но тут, тем не менее, говорится, что такие люди бывают. Для меня важно пребывать в Божьей любви, иметь ее в себе. Наверное, для вас тоже. Тогда сегодня мы попробуем разобраться с тем, что же такое похоть, плоть и похоть, очей и житейская гордость. Изначально у меня было желание сделать три пункта. Похоть, плоть и похоть, очей и гордость и житейская. Но нет, пойдем по другому пути. Будем их в совокупности рассматривать. Но прежде чем мы начнем это, я хотел бы тоже обратить внимание. Тот, кто исполняет волю Божью, прибудет в вечности, здесь сказано, пребывает вовек. Так, следовательно, тот, кто не исполняет, а чуть выше написано, мир проходит и похоть его, и, короче, привет родителям. Все кончится печально. Но человек Божий уверен в конечной радости, тот, кто исполняет волю Божью. Похоть. Что это такое? С чем это едят? Как это назвать? Как дать этому определение? Знаете, в русском языке есть такое определение. Похотью называют грубо-чувственное половое влечение. Вот такую формулировку вы можете найти с легкостью. Слово похоть действительно, как бы, прежде всего ассоциируется с половыми какими-то влечениями чрезмерными. Но мы же не должны забывать, что мы читаем Библию в переводе, что это же перевод, в данном случае, из греческого текста. И вот это слово похоть, оно имеет в русском языке сексуальную окраску, но на самом деле это понятие шире. Это понятие шире. А, кстати, вы заметили, или, может быть, вы знаете, что иногда символом похоти рисуют кролика. Вы не знаете? Ну как же, понятное дело, они размножаются там вообще. Плейбой, знаете, вы видели? Ну, конечно. Там, там, что? Не считаете? Ну, видели? Слава Богу! Но логотип-то вы знаете. То есть, зайчик же, он там, ну не зря. Ну, понятно, там, на мужских журналах. То есть, русское понятие... Я сегодня утром спросил, Линя, показать логотип в церкви? Она говорит, не надо. Не надо это показывать. Ну, слово, которое вот, под словом похоть здесь имеется в виду, это чуть-чуть более широкое понятие, чем сексуальный контекст. Потому что оно может также значить желание неуемное, влечение, вожделение, страсть, прихоть, жажда. То есть, эти все слова, как бы, суть об одном, о желании каком-то таком неумеренном. Но не только, вот, как я уже сказал, с сексом это ассоциируется. И если мы понимаем, что под словами похоть плоти и похоть отчей, огромный спектр грехов может иметься в виду. Это как обобщающее такое название для многих грехов. И вот апостол Иоанн прав, что в мире реально так и есть. Он говорит, вот это все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и житейская гордость. Каждый беспокоится о том, чтобы скорее удовлетворить свои нескончаемые какие-то вожделения. О гордости мы в конце проповеди поговорим. А пока на, так сказать, похоти заострим внимание. Разные богословы сходятся в том, что падение человечества в грех, это как раз наглядная иллюстрация вот этого отрывка. Давайте мы прочитаем фрагмент книги Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Книга Бытие, первая книга Библии, да, сотворение мира и все такое. Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. У меня же картинка есть соответствующая, как бы иллюстрация, вот примерно такая. Непонятно, почему фламинго здесь, ну да ладно. Измей, обратите внимание, да, что он с таким человеческим лицом, да, такой. Какая известная история грехопадения человечества. Но смотрите, вот мы говорим о технологии искушения. Иоанн говорит, что похоть плоти, похоть отчей, житейская гордость. А как вы думаете, мы можем найти вот в этой всей истории вот эти три элемента? Ну, давайте посмотрим повнимательнее. Она говорит, я подумала, что этот плод, он дерево, вернее, хорошо для пищи. Так, слушайте, там огромное количество было всяких разных плодов, но надо было именно это ей. Она не была удовлетворена тем, что пойди и ешь, что хочешь. Хорошо, что, да, дегустатор, да, надо же продегустировать. Теперь, оно приятно для глаз. Неужели это единственное приятное для глаз дерево в раю? То есть, да, да, она такая ходила, все некрасиво, некрасиво, а тут бах, красивое дерево. Ну, как бы, да. Ну, а что насчет гордости? Слушайте, здесь сказано, во-первых, Сатана говорит, будете как боги. Классная идея. Вожделенно, потому что дает знания. В этой ситуации простой. Все три элемента, похоть плоти, похоть отчей, житейская гордость, все тут явно присутствуют с самого начала. Какой вывод? За тысячелетия технология искушения не изменилась. С самого начала дьявол действовал ровно точно так же. Методы там какие-то меняются, особенности, предметы вожделения, но суть не меняется. Хорошо для моего тела, приятно для глаз, дает знания, все это мое. В условиях рая, имея все необходимое, вот Адам и Ева нашли возможность к похоти и гордости. Получается, дело совершенно не в том, сколько ты уже имеешь. Вот совершенно не в том, сколько ты умеешь. Думаешь так, ну я человек небогатый, если бы у меня было там бабла побольше, извините за сленг, то есть я бы, как бы, искушениями не трогали. Ничего подобного. Ничего подобного. Это свойственно всем, независимо, свойственно человеку, независимо от того, что он уже имеет. Анекдот, как иллюстрация. Маленький мальчик стоит и плачет. И к нему подходит какой-то прохожий, говорит, мальчик, что случилось-то, что ревешь? Говорит, мама дала мне рубль, я его потерял. Стоит, плачет. Ну, сердце дрогнуло у прохожего. Говорит, хорошо, мальчик, не плачь, вот тебе рубль, не плачь. А он такой, ну, взял рубль и еще больше ревет. Говорит, сейчас-то что случилось? Он говорит, а так у меня было бы уже 2 рубля. Как-то так. Смотрите, тоже запомнили, да, мысль? Технология искушений не изменилась с веками. Я хочу сказать тоже, что искушения и вожделения в равной степени атакуют и зрелых духовных людей. Может быть, там Адам и Ева, знаете, там они как бы, ну, зеленые духовно. Только созданные, еще Бога толком не знают. Нет, мы сейчас прочтем фрагмент, когда подобного толка искушения атакуют людей, которые мы могли бы назвать духовно зрелыми. Давайте прочтем фрагмент книги «Вторая царств», с 11 глава, с 1 по 4 стихи. Речь идет о царе Давиде, известном человеке, известном своей любовью к Богу, своей преданностью ему, человек по сердцу Бога, так сказано. Тем не менее, читаем историю. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, кстати, вы заметили, вот у нас люди в походы ушли. Надо быть осторожными, да, значит. «Давид послал и Ава, и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили амманитяна, осадили рабу». То есть, короче, войско израильское ушло воевать там куда-то. «Давид же остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии Хитиянина. «Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, и возвратилась в дом свой». История продолжится. Эта девушка забеременела. Сюрприз, а муж на войне, надо как-то объяснять. И там целая история понеслась, как Давид выкручивался из этой ситуации. И кончилось с тем, что муж этой Версавии погиб на войне. Ну, не сам погиб, ему помогли, потому что его не ждали уже как бы дома. История вот такая. И это мы говорим о царе Давиде, который, ну, так сказать, герой Израиля. Который Голиафа победил. Как бы, помните, история там, с верой своей. Как бы духовный человек. Но что мы в ситуации видим? Похоть плоти была? Была. Похоть очей была? Была. Совершенно непонятно, почему эта женщина такое место для купания выбрала. У меня картинка, кстати, тоже есть. Нет, нет, вы что, я картинки, мы цензуру проходим, прежде чем я здесь показываю. Царь Давид, немного похожий на Киркорова. Почему-то в одежде, знаете, а-ля русский царь, как-то так выглядит. Вот, и там вот в правой части экрана видно, что там женщина купается почему-то не в какой-то речке там или ручье, а вот прямо просто сидит на лавочке с тазиком. Вот, это вот так, как художник видит эту всю историю. Ну вот, хорошо, похоть плоти была, похоть очей была, а гордость тут проявляется каким-то образом? Как вы думаете? А, да, я же царь. На самом деле, я думаю, гордость проявляется в следующем. Уже ситуация случилась, уже он содействовал, убийствовал, значит, мужа этой женщины. Он напоил его там сначала, там, короче, там, посчитайте, там трэш. Но потом, когда к нему пришел пророк и стал ему притчи рассказывать о том, вот, намекая, как бы, слушай, царь, там, может, ты там как-то, все ли в порядке с правильностью твоей? Он даже не сразу понял, что о нем идет речь. И потом, когда ему пророк там все растолковал, ему как стрела мозг пронзила, о, боже мой, гордость заключается в том, что во всей этой истории, которая долго продолжалась, он даже не подумал вообще, это Богу угодно, не угодно, он просто действовал, как хотел. Его покаяние было мощным потом. Вы можете тоже об этом посчитать. 50-й псалом, если вы посчитаете, он как раз, это слова покаяния его в этой ситуации. Он очень сломлен, но это он потом сломлен. А сейчас похоть плоти, похоть очей и гордость. Технология искушения, повторяю эту фразу, не меняется с веками. Меняются объекты вожделения, но общий принцип остается. Теперь мы обратимся к словам апостола Павла. Читаем, разбираем эту тему дальше. Послание о Римлянам, 13 глава. Послание о Римлянам, это Новый Завет. Послание о Римлянам, 13 глава, стихи 13 и 14. Здесь Павел наставляет христиан, церковь и пишет следующее. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутствию, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Мы слово похоть разбираем сегодня. Сначала, вот мне зелененьким выделено, здесь перечислены некоторые грехи. Прование пьянства, сладострасти и распутства. То есть, крование пьянства относится к потреблению нами пищи и напитков. Сладострасти и распутства относятся к сексуальным грехам. Ссора, можно сказать, относится к гордости, зависть. Ну, может так я попробую это объяснить. Это как похоть очей. Павел призывает христиан не поддаваться всем этим желаниям. А каким образом? А вместо этого что? Он говорит, но облечься в Иисуса Христа. Вместо того, чтобы заниматься вот этими всеми делами похотливыми, лучше облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Облекитесь, как в одежду. Укройтесь в нем, в Иисусе Христе. Во Христе ты можешь скрыться от этих искушений. Ну, а дальше интересные, очень удивительные слова. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Об этом стоит поговорить. Попечение о плоти вообще-то необходимая вещь. Вообще-то каждому из нас надо что-то есть, надо что-то пить, надо где-то спать, надо во что-то одеваться. То есть, это в норме, как бы, ну, нормальные вещи. Мы все едим, пьем, одеваемся, спим, ну, как бы, вот все это, да. Но здесь Павел как будто бы говорит о том, что вот из этого всего хорошего, что мы должны делать, мы можем, мы можем все это превратить в похоть. Запросто. Интересно подумать о том, что похоть, вот страсти, вожделения, неумеренные желания, как правило, это естественные человеческие потребности, которые неумеренно удовлетворяются. Еще раз. Ловите мысль. Это естественные человеческие потребности, которые неумеренно удовлетворяются. Грех заключается в том, что происходит искажение того, что по замыслу Божьему хорошо весьма. Оно хорошо весьма, но мы неправильно этим пользуемся, получается грех. И человек выполняет действие, которое задумано Богом как что-то неплохое, но искажает его или возводит степень. Давайте примеры приведем. Первый пример, вот там употребление пищи. Но мы все любим кушать. Вы любите хорошо покушать? Хорошо в смысле много или хорошо в смысле вкусно? Да, на самом деле, объективно говоря, пища нас радует. На какой-то праздник мы, что-нибудь вкусненькое обязательно, ну, как? Надо порадовать себя, порадовать окружающих. Это классно. Но если мы возводим это в степень, если мы неумеренно употребляем эту естественную потребность, то мы приходим либо к обжорству, вот пирование, да, в отрывке только что звучало. Помните «Богач и лазарь» вот эта история? Там, говорится, и был некий богач, который каждый день пиршествовал блистательно. Вот там есть такое словосочетание. То есть, где не просто есть удовлетворение потребности в еде, а ты делаешь из этого какой-то культ. Вот, или остановиться не можешь. Ты ешь и ешь и ешь и ешь и ешь и ешь и так далее. Шутка была с одним братом. Он, хороший брат, он располнял за какое-то время так довольно быстро. И друзья у него, ну, тоже в церкви, братья спрашивают, слушай, а что происходит-то, как бы? Он говорит, ну, есть разные периоды. Ну, у меня сейчас идет период набора веса, он говорит. А они ему говорят, а у тебя другие периоды бывают в жизни? Какие-нибудь. Да-да-да. Неумеренное потребление. То же самое касается, следующая картинка, употребление алкоголя. Вы знаете, в протестантской среде существует, ну, как бы, такое утверждение, что христиане должны придерживаться так сухого закона. Я знаю довольно много протестантских общин, которые исповедуют эту идею, что алкоголь и христианство несовместимы. С точки зрения священного писания это не совсем так. Ну, то есть, да, осуждается пьянство, вот оно здесь написано, совершенно очевидно. Это тот грех, из-за которого, как сказано, Царство Божие никто не наследует. Тем не менее, мы не можем вывести ни в Новом Завете, ни в Ветхом Завете какой-то заповеди, вот такой. Но, допустим, если ты это употребляешь, или я это употребляю, есть разумная достаточность, а если ее нет, то происходит пьянство. Ровно как и с едой. Происходит обжорство, происходит пьянство. Здесь момент именно в степени, как то, что не обязательно плохо по определению, человек использует не по назначению, и неумеренные аппетиты у него вырождаются. Плохоть плоти. Дальше. Сексуальные отношения. Слушайте, с самого начала, с самого начала, когда еще не было греха на земле. Плотитесь и размножайтесь. Была заповедь. То есть, изначально семья и сексуальные отношения в семье не были задуманы как что-то плохое, грязное, непотребное. Это не было так. Мы читаем в Библии, мы можем прочесть о здоровой сексуальности, книга «Песни песней», например, о здоровой сексуальности, отношения между возлюбленными. Это все описано очень не пошло, а очень, как это сказать, возвышенно. Описано, какой замысел у Бога есть для семьи в этом отношении. В Новом Завете мы читаем в послании коринфянам, что муж и жена, не расставайтесь надолго, будьте вместе, чтобы вас сатана не искушал. То есть, сексуальные отношения задуманы как что-то хорошее Богом. Но, если мы искажаем замысел, искажаем то, что задумано хорошо, это приходит, вот, сладострастие мы читали, да, сексуальные излишества, зависимости сексуальные. Это приводит к блуду. То есть, что такое блуд? Это искаженное, это люди не сами выдумали заповедь, они исказили Божье, как бы, Божье намерение. К порнографии это приводит, это приводит к нечистоте, к анонизму, там, у мужчин, там, ну, как бы, это приводит. То есть, это искаженное представление, искаженное понимание того, что Бог задумал хорошо. Список давайте дополнять, я уже из другой области. Финансовая стабильность. Это нормально и хорошо заботиться о своем семье, зарабатывать деньги. Это нормально и хорошо, строить какую-то карьеру. Библия-то всячески поощряет в том плане, что человек, который хорошо свое дело делает, будет служить, как бы, там, на высоком каком-то уровне. Это прекрасно. А теперь давайте это в степень возведем. Хорошее дело, возводим степень. И что, оно к чему приводит? Оно приводит к сребролюбию. Когда, если тебя захватили деньги, ты сначала работаешь, чтобы содержать свою семью, а потом ты заработал прилично и пошло-поехало, увлекся и давай, погрузился полностью. Все остальное, духовные ценности уходят на задний план. Работа выходит на первое место в жизни, сребролюбие. Дальше что? Допустим, бережливость. Хорошее качество характера. Быть транжирой нехорошо. Считать деньги, уметь, это классно. Быть экономичным, экономным. Быть бережливым, это хорошо. В степень возводим, что имеем? Имеем жадность. То, что задумано, как неплохая черта человеческая. Любостяжание, есть такой библейский термин. Ты думаешь о себе, что ты такой экономный, а на самом деле ты скупердяй самый настоящий. Просто жадина просто и говядина. Кстати, вы знаете, не так много отрывков. Можете их легко проверить. По-моему, 5-6 отрывков, ничего не путаю. Со словом любостяжание есть в Новом Завете. И это серьезные вещи. Они под проклятием, жадины. Посчитайте. Это как? Подумай, жадина. Ты же не убил никого. Нет, ребята, у нас, я беру Богу, очень серьезное отношение к этому. Как сейчас, шутку. В клубе вегетарианском скупых людей называют жадина авокадина. Хорошо. А вот еще такой пример. Чувство собственного достоинства. Мне кажется, каждому человеку должно быть свойственно. Чувство собственного достоинства. То есть, ни перед кем сопли не развозить, тряпкой не быть по жизни. Ты должен как себя показать. Это вообще-то хорошо, нормально. Но, а в степень возводим, получаем сразу гордость. Сразу получаем тщеславие, высокомерие. Когда уже никто не спорит с тем, что ты крутой, ты все равно продолжаешь кому-то что-то доказывать. Слушайте, друзья, вот такие подобные вещи в ваших жизнях происходили. В моей вот практически весь этот список. Практически весь. А все потому, повторяю главную мысль, что технология искушения с веками не поменялась. Она работает во всех культурах, со всеми народами, с молодыми людьми и взрослыми, с богатыми и бедными, с умными и не очень. Со всеми людьми работают эти технологии искушения. И такие вещи со мной происходили. Даже до церкви я вот только так и жил. Вот все, что мы сейчас на экране видим, вот это вот моя жизнь была в точности до церкви. И пьянство, и распущенность, и нечистота, и порнография, и любовь к деньгам. Если я не мог заработать, я подворовывал. Хотелось денег. До моего обращения ко Христу. А потом ко Христу обратились и что? Оно все ушло? А куда оно уйдет? Технология не меняется. Да, то есть есть раскаяние в грехах. Я раскаялся в грехах, их стало существенно меньше. Как существенно. С этими грехами нам надо иметь дело, как полагается, во Христе. То есть надо каяться, надо быть похожим на Иисуса. Об этом в прошлый раз говорили. Но похоть плоти, похоть очей, они все так же присутствуют у меня. У вас так? То есть ты хочешь, не хочешь, посмотрел на чью-то вещь и думаешь, захотелось. Что-нибудь типа того. Взгляд бросил на женщину красивую и мысль летит быстрее, чем ты успеваешь ее останавливать. То есть подбрасывает, подбрасывает сатана всяких нам искушений. И во Христе это тоже бывает. У меня было падение через года полтора, что ли, во Христе. Я свалился в нечистоту сексуальную. То есть я покаялся, все нормально, первый месяц, эй, эй, эй. А потом думал, что я все победил. Ага. Привет. И я боролся, сильно боролся, наверное, пару лет. С грехами, я анонизмами веду. Но Бог, что классно, что Бог дает покаяние. И все-таки Он как-то изменил мое сердце, что в моей жизни этого нет уже 25 лет почти. Хотя это была серьезная проблема. У меня, в моей жизни были случаи, когда во Христе у меня были, ну я ступался в пьянстве. Было такое, во Христе. То есть если мы думаем, что только незрелым людям вот эти искушения прилетают. Да нет. Мы во Христе годами, десятилетиями, и технология не меняется. Ты любой день можешь с этим столкнуться. Похоть плоти, похоть очей, гордость. Знаете, вот похоть очей. Не на все красивое стоит смотреть. Похоть плоти, да. Не все привлекательное стоит желать. То есть если что-то привлекает нас, это не значит, что нам надо до свой взор обратить. И что с этим делать? Когда к вам прилетает, когда ко мне прилетает такого рода искушение, что с этим делать? Мы читали облечься во Христа. Думать, как Он думал, стараться. Вот этот вопрос, а что бы сделал Иисус на твоем месте, Он не потерял актуальности. Он не потерял актуальности. Технология искушения не меняется с годами. Извращение того, что Бог задумал как благо. То есть Бог задумал это хорошим, но мы не умеем этим пользоваться. И мы не знаем меры, бывает часто, в том, что мы хотим. Извращаем Божий замысел, если возводим наши страсти в степень. Это и называется любовью к миру. С чего мы начали? Но мы считали, что мир погибнет, и вместе с ним все эти страсти. И мир проходит, и похоть вместе с ним. Но исполняющий волю Божью пребывает вовек. Мы выбираем вечную жизнь, а не следование похотям. Но что с ними делать, с этими похотями? Я сказал в начале проповеди, хорошо, чтобы какая-то практическая часть была. А что с ними делать? Вот допустим, я все равно, я стараюсь, я молюсь, но искушения пролетают. Делать-то что? Просещем несколько текстов и коротко прокомментируем, которые говорят о борьбе с похотями. Как с похотями бороться? Оказывается, в Новом Завете написано это просто четко и просто. Первое послание Петра, 2 глава стих 11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Ну, во-первых, хотя похоти плотские, восстают они на душу. То есть, тело хочет удовольствий, а страдает в итоге душа. Повелся за телом, и потом свои сердечные вопросы ты уже решаешь. Во-вторых, в этом отрывке пришельцы и странники, то есть апостол Петр говорит, вот я вас спрошу, как пришельцы и странников, это здесь при чем в разговоре о похоти? Ну, наверное, как мы считали похожий отрывок, мы временные пользователи этого мира. То есть, мы здесь вот пришли, ушли, мир закончится как бы, да? Мы здесь ненадолго, этот мир закончится, все похоти вместе с ним. Но вот здесь рецепт, что с похотями делать? Удаляться. Знаете, не стоит, если вдруг у вас есть искушение, там, похоть плоти, похоть течей, не стоит встать, остановиться в стойку и разбираться, кто сильнее, похоть или вы. Этого не стоит делать. Я буду смотреть порнографию и тренироваться, не вожделяться. И Бог смотрит на тебя и говорит, вау, вот это контроль у тебя, да? Слушайте, здесь говорится удаляться. Не надо проверять себя на прочность. Видишь, беги. Беги. Второй отрывок в эту же тему, в эту же тему, 2 Тимофея 2, 2 глава, 2 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правдой, верой, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца». Бежать надо, сверкая пятками. Если есть какого-то такого рода искушения. Знаете, хочется подойти ближе к краю пропасти. То есть, как бы так сделать, чтобы и не согрешить, но в то же время, чтобы свою плоть удовлетворить. И так балансируешь. Балансируешь. Но вот это еще не грех, или это уже грех. Не надо искать где-то границы. Надо от нее быть как можно дальше. Беги. Отживание молодости в современном переводе звучит этот отрывок. Беги оттуда. Еще отрывок в эту же тему, 2 Петра 1, 3-4. 2 Петра 1 глава, 3-4 стих. Вы заметили, что разные апостолы об этом пишут? То Петр, то Павел, то Иоанн. То есть, мы читаем из разных посланий. Это не просто навязчивая идея кого-то из апостолов, да? В данном случае Петр. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества. И вот тут, внимание, удалившись от господствующего в мире, растление похотью. Апостол Петр точно так же эту картину видит. Похоть растлевает этот мир. И она господствует в мире. Господствует. Это как Иоанн сказал, все, что есть в мире, это вот похоть и горсть, больше ничего. Вот Петр в этой же конве говорит. Мы в этом мире живем. Это господствует похоть. И что надо делать? Удаляться. Удаляться. Вот рецепт. Наша борьба с похотью заключается не в нашей стойкости и мужестве этому противостоять, а бежать надо просто. Как можно дальше. Знаете, возьмем, например, зависть. Я сказал что-то раньше. Зависть – это плод похоти очей. И у соседа квартира классная. Ладно, у соседа. У брата во Христе квартира классная. А у меня не такая. А еще вот он позволил себе машину купить. И я не могу и не смогу в следующие там лет. Вот у него жена крутая. Красивая, скромная. А моя? А кто-то думает, а где она вообще, эта жена? А вот у него. Знаете, ты смотришь на то, что не твое, а оцениваешь к себе, примеряешь. Кстати, есть, по-моему, такая интересная параллель, что зависть и ревность – это похожие грехи. В том плане, что зависть – это ты температуришь по поводу того, что тебе не принадлежит. А ревность – по поводу того, что тебе принадлежит. Но смысл один. Ты слишком переживаешь вот эти вещи. Но когда ты смотришь, какая разница у кого какая квартира, машина или жена. Потому что надо сказать тебе – это не моя жена. Мне не надо думать вообще. И это не моя машина, и не моя квартира, и не мой телефон, и не моя работа, и не вот это, и не вот это, и не вот это. Это не моя жизнь вообще. Мне надо об этом думать. Вот есть моя жизнь. А в этом отрывке, между прочим, мы считаем, что нам даровано все потребное для жизни и благочестия. У тебя уже все есть. Вот что тебе надо, у тебя есть. Но нет же, похотячей. Мы чего-то хотим. И простой рецепт – удаляйся от всяких похотливых мыслей. Я к концу приближаюсь. Осталось пару отрывков коротких. Надо бы еще немножко про гордость житейскую поговорить. Если мне нравится житейская. Гордость житейская. Как, знаете, у тебя есть гордость? Да, ну, дело-то житейское. Кто это говорил? Карлсон? Слушайте, у Евы было искушение. Ей сказали, вы будете как боги. Она увидела, что знание у нее какое-то будет. Гордость Давида заключалась в том, что он совсем не думал, угодно ли Богу его поступки. Как противостоять желанию гордиться? Вот если предположить, что технологии… Нет, не предположить. Если вот мы утверждаем, что технологии искушения не изменились, значит, искушение быть гордым будет у нас у всех. Как этому противостоять? Я, сколько ни искал в Библии, не вижу другого способа, кроме сознательного смирения. Сознательное смирение – это единственный, как мне кажется, способ противостоять гордыне. 1 Петра, 5 глава, стих 5-6 сказано «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Мы знаем этот отрывок, многие из нас знают, это как цитата простая. Но там же продолжение есть. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Это не просто лозунг «Бог гордым противится, смиренным дает благодать» или «милость». Нет, нет, тут есть еще повелительное наклонение. Смиритесь. Действие. С нашей стороны должно быть это действие. Сознательное смирение. Гордость сама собой не проходит. Это не насморк, который «лечишь, не лечишь, пройдет все равно». Это, да, гордость может в сердце укорениться. В притчах есть отрывок о том, что гордость укоренилась в сердце юноши. Помните такое? А продолжение помните? Исправительная розга может это исправить. То есть гордость может укорениться в сердце. Иногда, если она там хорошо как следует укоренилась, требуется наказание, чтобы мы с этим разобрались. Этого не обязательно ждать. Потому что вот, читая слова апостола Петра, смиритесь сами, смиритесь под крепкую руку Божью, и тогда Он вас вознесет. Я нашел одну цитату одного, вот, некоторого известного человека, Антоний Великий. Это человек, который считается основателем отшельничествующего монашества. Это первый монах в понимании том, как отшельник в пустыне. Он прожил 105 лет, из них 70 в одиночестве. Я не хочу сказать, что это хороший пример для всех нас, но Он сказал однажды, гордость и высокоумие низвергли дьявола с неба в преисподнюю. Смирение и кротость возносят человека с земли на небо. Это красивое выражение, оно созвучно с тем, что мы только что читали. Бог гордым противится, но Бог вознесет смиренных в свое время. Это развернутая версия библейского отрывка. Действительно, дьявол возгордился перед Богом, и у него печальный конец. Но смиренный Бог оказывает свою милость, и если житейская гордость побеждается нашим смирением, то значит, нас ждет светлое будущее. Заключение отрывок об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе. Как мы знаем, дьявол искушал Иисуса. И как мы сегодня сказали уже несколько раз, технология искушения не изменилась с веками. Читаем ситуацию. Матфея 4 глава, 8 по 11 стихи. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору. Имеется в виду, что Христа берет. Да? Дьявол. И показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Почему? Технология искушения не меняется. Дьявол здесь для Христа создает все условия для похоти и гордости. Подобно, как он говорил Еве, будете как боги. Знания там дает всякое. Он говорит Христу, показывает ему все царства мира. Хочешь, будет твое. Честно говоря, это какая-то логическая ошибка со стороны дьявола. То есть царю царей показывать все царства мира и сказать, хочешь это. Но это также говорит о том, что дьявол, он обещание-то сдержать в принципе не мог. Это в принципе невозможно, дьяволу сдержать такое обещание. Он предлагает Христу то, что это и так его. У меня сестра родная, когда была маленькая, иногда на празднике родителям книги дарила. Возьмет с книжной полки какую-нибудь книгу, подпишет и дарит. Вот это похожая идея. То есть дьявол даже не был правомощен это предлагать. Но смотрите, Иисус не поддался, ни на миллиметр не поддался. Отойди от меня, сатана, сразу, сразу до свидания. И что еще важно, он цитирует священное писание. Это тоже хороший момент, когда есть какое-то искушение, надо отвечать сатане священным писанием. Словом Божьим отвечать. Что насчет нас в этой связи? Что если бы тебе предложили все царства мира? И ты говоришь, ну мне, да я, пускай предлагают, я верный христианин. Проблема в том, что тебе никто не предложит это. Как бы уровень не тот, как бы каждый из нас мелковат немножко для этого всего, да? Ну а по-другому вопрос поставить. Давайте 100 тысяч рублей и ты больше никогда не приходишь в эту церковь. Как вам идея? Мало. То есть все-таки мы можем говорить, все-таки продается ценность, да? Или давай так, плюс 20 тысяч рублей каждый месяц в твоей зарплате, но ты работаешь по воскресеньям. И в церковь 20 тысяч, 50. И ты работаешь по вечерам и не видишь свою семью и детей. То есть, вы что думаете, это шутки? Мы на самом деле ведемся, выбирая какие-то блага, мы отказываемся от каких-то духовных ценностей. Это такое случается. Когда мы говорим о настоящих ценностях, мы должны верить, что они не продаются. Но в мире продается вообще-то все. В КВН один человек, я смотрел, люблю КВН, один человек там сказал, семейные ценности? Да я за семейные ценности мать продам. Да. Наши тела, наши глаза похотливы. Технология дьявола не меняется. Наши глаза и наши тела увлекают нас настолько, что мы, бывает, готовы оставить какие-то ценности духовные, вечные ценности, и устремиться к временным приходящим удовольствиям. Проблема у этого такая, что все временное, вот мир и все похоти его, они... уйдут. Они пройдут. Поэтому это не должно быть с нами. Пример Христа для нас важен. Потому что какие бы технологии искушения не использовал дьявол, ему можно противостать своей верой, противостать словом Божьим. И мы можем всеми силами удаляться от похоти господствующего в мире. Не надо с ней бороться, надо удаляться от них. Если мы смиряем себя, то мы можем рассчитывать на милость и помощь небесного Отца. И как мы читали первый отрывок в самом начале, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Давайте я подведу итоги сегодняшней проповеди, сделаем выводы. Если вы хотя бы что-то из этого запомните, это будет очень круто. Технология искушения проста и не меняется в веках. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это вот собственно все, чем живет этот мир. Лучший способ противодействия похоти – это удаляться от нее, убегать. Еще раз говорю, не надо с ней бороться. Нет, наша борьба в том и заключается, что мы не на морально-волевых противостоим, а удаляемся от зла. И если мы живем перед Богом смиренно, как мы читали сегодня, Он оказывает нам милость и помощь в искушении. В первом послании к Ориентина, в 10 главе, в 13 стихе сказано, что не было у вас такого искушения, особенного какого-то, которое было бы чуждо другим людям. Но верен Бог, который в искушении даст вам и облегчение, чтобы вы могли перенести. Это все, друзья, все, братья и сестры. Спасибо. 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 Спасибо.